МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готовское сельское поселение Красненского района. Здесь, на берегу некогда широкой реки Камышенки, селились люди. Теперь река обмелела, а вот село растет и крепнет. Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на самой плодородной хлебосольной территории Готовская сельская территория. В состав нашей территории входит три села. Село Камышенко, село Готовье и село Вербное. На нашей территории проживает более тысячи человек. Я работаю уже шестой год, очень мне нравятся люди, и я сама сельский житель, и поэтому мне с ними легко и доступно. Люди здесь очень добрые, отзывчивые и ласковые. Родник Рубленый, близ села Вербного, как сейчас принято говорить, бренд Готовского сельского поселения. Памятник природы, охраняемый государством. А знаменит он не случайно. Говорят, вода тут особенная. Мария Прокофьевна живет недалеко от этого источника. Хожу сюда по воду я уже с 59-го года и до нынешнего дня. Вода эта очень лечебная, помогая людям. Люди окунаются и Богу молятся. И лечебная она, и вкусная эта вода. Очень вкусная. И кто бы тут не был, кто бы не черпал эту водичку, все хвалят. Ну, вот еще как папаня мой был и рассказывал про эту воду. Это давно-давно, еще нас на свете не было, конечно. Тут были ниже этого колодца вербы стояли. А у хозяина болел мальчик. Вот уж писали. Ну, он мальчика решил, тут под бугорчиком была лужинка. Он этого мальчика покупал его, напоил водичкой. И мальчик этот начал выздоравливать. Мальчик тот был сыном офицера в отставке Дурова. Местные так и называют маленькую деревню этого сельского поселения. Не вербная, как официально написано в бумагах, а Дуровка. Дуров на месте чудотворного источника построил первый дощатый желоб. И сверху укрыл его небольшим срубом. С тех пор родник стали называть Рубленый. Нынешние постройки, купель, часовенька, современные, но тоже срубы. И до сих пор источник популярен. Сюда постоянно приезжают люди, и не только из соседних сел. Владимир Бессмельцев с семьей, чтобы набрать Рубленской воды, преодолевает более 30 километров. Мы набираем много, если машина побольше, то 13. В основном чай, все готовим на этой воде. А та, что из крана, мы считаем техническая вода. Говорят, что петь родниковую воду будет жить 100 лет. Так говорят, в старину еще говорят. А чтобы местные старички жили до ста и больше, сельские социальные работники, супруги Косых, когда навещают своих подопечных, обязательно привозят им родниковую воду. Мы каждую неделю, раз в неделю приезжаем к роднику, к нашему источнику, и набираем воды нашим бабушкам, подопечным. Это пожилые люди, которые одиноки остались. Сейчас дети их далеко, некому им помочь, поэтому мы им помогаем. Воду они эту очень любят. И считают, что это живая, настоящая вода. То, которую нужно пить обязательно, каждый день, утром, натощак. Это целебно, это полезно, они считают. Они говорят, она вот попьешь этой рубленской воды, прямо вот у нас сила появляется, и мы целый день себя бодро чувствуем, и хорошо нам, и ничего у нас не болит. Вот, считают это целебной водой. Местную достопримечательность благоустроили. Сделали удобную купель, парковку, скамейки. Сельская администрация следит здесь за порядком. Обычно в это время лежит снег, но вот сейчас зеленеет трава, а значит весной хлопот по очистке русла будет больше. Благоустраивая наш родник, мы занимаемся не только прилегающей территорией, но и чистим наш ручей. Организовываем субботники, берем багры, берем вилы и очищаем нашу пойму реки. А наша героиня, баба Маша, следит за порядком небольшой часовеньки, которая стоит на роднике. Иконы приносят люди. Икон больше ста. Прихожу за водичкой, зайду часовню, помолюсь. Конечно, легче, как у церкви побуду я. Как у нас это храм. Когда у нас хрешение, много-много машин приезжая, много, очень много, и светить водичку. Храма в Готовье нет. Вот и тянутся люди сюда, в небольшой молельный домик на роднике. Когда-то храм, конечно, был, но при советской власти разобрали на кирпичи, из которых построили колхозное зернохранилище и дом культуры. Клуб и сейчас не пустует, работает. Недавно здесь сделали капитальный ремонт. Фундамент и кирпичные стены сложены крепко. Простоят еще лет сто. И будут напоминать о старом храме. А на месте разобранного растет новый. Строит его на свои средства уроженец этого села Павел Евсеев. Живет и работает он в Орумышской области, но родному селу помогает. Десять лет ушло на строительство. Впереди внешняя и внутренняя отделка, благоустройство. Работы еще много. Местный краевед Николай Стефанович Лисунов ведет подробную фотолетопись этого строительства. Мы приходим, фиксируем, как строится этот храм. Это уже история. Для нас история, для стариков. А для молодых тем более. Они же не знали, когда этот храм был разрушен. Когда началось строительство. И вот сохранение именно этих фотографий и этой памяти о строительстве будет для молодого поколения самым настоящим средством для воспитания духовности. Николай Стефанович – краевед и хранитель памяти. Увлеченный и увлекающий. Удивительный факт. Из школьной музейной комнаты, которую организовал Николай Стефанович, здесь, в небольшом селе, вырос музей. Десять лет назад он получил статус районного краеведческого. Началось это очень давно. Я работал учителем истории. И приехал к нам заведующий, начальник, или вернее, заведующий отделом образования, Александр Васильевич Дегтяренко. И говорит, а что это ты историк, а не знаешь много о своем родном крае? Я говорю, как не знаю? Я знаю. А где это видно? Должно быть отражено. Я говорю, да у нас есть уголок. Надо не уголок, говорит он. Надо иметь целую-целую комнату. А может даже не одну. То есть краеведческий музей. И вот с его легкой руки я начал создавать этот краеведческий музей. Привлек к этому детишек. Все эти детишки давно выросли. А некоторые из них теперь сотрудницы Готовского краеведческого музея. Ой, мы еще были в пятом или в шестом классе. Это 86-й год был. И вот Николай Степанович нам на уроках все время говорил, девочки, надо для музея собрать какие-то экспонаты. И он нам говорил, ну вы сходите к бабушкам, пройдитесь по домам. Может они вам что-нибудь дадут. И вот мы по парам как-то разбивались, подружки, по двое. И ходили по селу к бабушкам. В дома к ним заходили и просили, дайте нам что-то старинное. Мы еще и сами не знали, что они нам дадут. Но вот то, что у них было, они нам выносили. И толкач давали, и рубель давали, и скалку. Ну и другие утюги тоже выносили. Вот постепенно, ну и не только наш класс. И другие дети, которые учились в то время, тоже ходили и собирали экспонаты. И постепенно коллекция у нас пополнялась. В результате получился вот такой музей огромный. Для музея это неоценимая ценность великая. Потому что нигде уже не найдешь. А вот бочки изнутри, как можно было красиво сделать. Вот таким отборником его обрабатывали внутри бочку. Или вот таким вот рубаночком снаружи обрабатывали. Николай Стефанович показывает один из последних даров музею. Набор старинных плотницких инструментов. Слава директоре музея, бесконечно любящим свою работу, давно облетела весь район. Красницы постоянно приносят сюда свои семейные реликвии. Предметы быта, фронтовые письма. Да и все, что по их мнению представляет дорогую сердцу память. Они уверены, здесь это не будет пылиться. Эти предметы будут ценить и показывать детям. Это моя пионерская форма, в которой мы ходили на пионерские сборы, на торжественные. Выходили с красными галстуками, со знаменами. Эта форма нам нравилась. Мы такие были в ней, наверное, красивые, нам казалось. Потому что она не повседневная, она парадная была. Все девочки ходили именно в юбках. Еще ремень был с такой бляшкой, где нарисован пионерский костер и звезда. Память все-таки сохранится здесь дольше, чем у меня. Где-то она будет лежать в ящике или в шифонере. Музей никогда не пустует. Он все так же располагается в здании школы. И тут постоянно проходят уроки, экскурсии, мастер-классы. Дети прибегают сюда даже на переменах. И, конечно, Николаю Стефановичу есть чем гордиться. Мы получили премию денежную 100 тысяч рублей, потому что оказались лучшими среди сельских музеев Белгородской области. Потратили эти деньги на приобретение витрин, на приобретение новых предметов. Нам посчастливилось быть вписанными в книгу почета предприятий, учреждений, культуры и других видов деятельности всей нашей России-матушки. То есть мы записаны в реестр книги почета Российской Федерации в этом году. Зачем нужен музей? Спрашивают некоторые. Да, не зная прошлого, нельзя понять настоящее и предвидеть будущее. В Готовье очень ценят историю. И каким-то удивительным образом древность приоткрывает сельским жителям свои тайны. Сама земля доверяет людям. Недавно здесь появился еще один, можно сказать, музейный экспонат весом около тонны. Весной наши арендаторы, пахав, распахивая свое поле, зацепились плугом за что-то. И, конечно, тракторист остановился и начал искать, за что черкнулся плуг. Когда он немножко коснулся, увидел, что что-то там блестит. Вот как раз вот этот уголочек. Мы люди оперативные схватились и помчались быстренько туда, взяв лопаты с собой. Потому что и ранее на этом поле находили огромные валуны, на которые в старину ставили свои хаты люди. Селяне тогда, да и сейчас не ставят себе монументов, не пишут о себе книг. Просто живут и работают. И такой памятник не мог остаться незамеченным. Когда мы его сюда притащили, как же его взять и поставить? Оказалось, чтобы не разрушив эту дорожку, пришлось пригнать еще один трактор, который, взяв этот камень и плавно его туда перекатил нам. А там у нас был неиспользованный старинный люк. И когда камень сам прям стал, как ему захотелось, его мы больше уже не шевелили, потому что будто бы кто-то сверху нам помог и установил его, как будто он здесь и вырос. Все любуются, но никто никогда не знает, сколько это труда, сколько техники. Можжевельник у нас рос, и он очень хорошо вписался с этим камнем благоустройства, как будто рос специально для того, чтобы потом появился такой красивый сосед. Теперь, проходя мимо по этой дорожке, люди обращают внимание, фотографируются. И самое главное, они помнят, что нашему котовью в этом году исполнилось 330 лет. Так и живут готовчане. Ценят историю, умеют работать на земле, пьют ключевую воду. И все у них складывается правильно. Наверное, потому что живут как надо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова